Думы, по-моему, от партии «Единая Россия» подготовили депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с постановкой эксуммации трупа Сталина для установления причины его смерти. Ваше отношение к этому? Вы знаете, я не слышал о таком запросе, но мне кажется, что, наверное, не сегодня надо это делать, потому что мы с вами не можем быть уверены, что в сегодняшней нашей ситуации эта экспертиза будет честная. И нам скажут правду. Но, возможно, когда-нибудь и нужно будет помолясь, потревожить праха Иосифа Виссарионовича для того, чтобы решить этот исторический вопрос раз и навсегда. Это, на самом деле, вопрос сложный. Я могу сказать, что вот в другой исторической загадке сейчас наши геополитические друзья примерно такие же шаги предпринимают. Если вы помните, совсем недавно, буквально месяц назад, вдова Ясера Арафата вдруг заявила, что ее муж был отравлен. Вдруг выяснилось, что она хранит его зубную щетку, носовые платки и еще такие вещи, которые, мне кажется, странны для хранения в течение 10 лет вдовой. Ну, просто задайте себе вопрос, зачем бы вы хранили зубную щетку, значит, скончавшегося супруга? Это странно, мягко говоря. Почему, если у нее были сомнения о причинах его смерти, почему она не сказала тогда? Почему это сейчас было? И вот теперь, сегодня я прочитал новость, что французские исследователи прилетели в Палестину для того, чтобы эксгумировать тело Ясера Арафата. Для чего это нужно? Для того, чтобы установить, что он был отравлен. Следующий вывод. Кто мог отравить руководителя палестинского движения, который борется с Израилем? Ответ, как бы, напрашивается собой, естественно, Израиль. Новый всплеск ненависти, новая эскалация старого конфликта на фоне приходящих вокруг Израиля всех государствах исламистских режимов. Пока портит картину Сирия. В Сирии никак не удается привести к власти Аль-Каеву. А так, в Египте уже президент исламист, в Ливии, значит, исламисты есть. Но вот осталось поближе еще к Израилю в Сирии привести к власти исламистов. Тут как раз выяснится, что Израиль злодейски отравил руководителя палестинского движения. Вот вам и повод к войне. Уважаемый Николай Ильич, я очень люблю ваши книги и с удовольствием, так сказать, изучаю, так сказать, много лет биографию Сталина. Вот такой вопрос. В свое время в одной, так сказать, из книг, не ваших, я вычитал версию о том, что сын Сталина Якова Джигашвили не был в блин. Он застрелился последним патроном, а его документы воспользовался политрук его родный, который в Зак Сетхавзене выдавал себя за Якова Джигашвили. Я сложно относился к этой версии, но в 90-х годах, я, так сказать, работая на студии рекомендационных фильмов, наш режиссер Михаил Сергеевич Лихельков пригласил к нам известную, так сказать, немецкую документаристику Ленина Рефенштайна. С Ленина Рефенштайна была пресс-конференция, на которой я присутствовал, задалось много вопросов. Один из вопросов был следующий, что знала ли она, что в Зак Сетхавзене находится со Сталиным и не хотелось ли ей снять о нем фильм. Она сказала, что она знала, что с этим вопросом она обращалась к своему непосредственному начальнику Йозефу Гиббельсу, который сказал, что да, есть человек, который выдает себя за сына Сталина. Но поскольку пока он не интенсифицирован как личность, фильм снимать рано. Мы руководствуемся пребыванием, так сказать, Якова плену на нескольких достаточно... Я просил бы вас, если можно, в форме вопроса. Как вы относитесь к этой версии? Спасибо за ваш вопрос. Как я отношусь к этой версии? Я к этой версии могу относиться только как к версии. Потому что никаких доказательств того, что вы сказали, кроме ваших слов, на сегодняшний момент мне неизвестно. И поэтому в книге, которую я сегодня представляю вашему вниманию, я пишу совершенно другое. И на сегодняшний момент вот с теми документами и фактами, с которыми я знакомился, я считаю, что нет оснований говорить о том, что в плену был не сын Сталина. Это первое. Второе. Если будут убедительные доказательства когда-либо предоставлены, точка зрения может поменяться. На сегодняшний момент, при всем уважении к вам, уважаемый читатель, у меня нет никаких оснований считать, что Яков Джугашвили не был в плену. Николай Викторович, я поклонник ваших всех книг, все я прочитал. Ну и эту, конечно, Сталин в воспоминальном месте. И когда я заканчивал в самом последнем, и еще до этого в одной книге, знаете, я категорически, если я полностью ваш поклонник, то, когда я слышу фамилию Лаврентия Берия, у меня начинается дрожь, все волосы у меня встают. Кошмар. Неужели вы считаете, что это был наследник Сталина, и все было бы хорошо? Это кошмарная вещь. Значит, на ваш прямо поставленный вопрос я прямо отвечу. Да, я считаю, что именно Лаврентия Берия был наиболее толповым государственным деятелем и должен был заменить Сталин на своем посту. Значит, тогда целых народов не было бы. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы отвечали на один вопрос, маленькое уточнение по поводу законопроекта о национализации рубля. Значит, планируется ли сбор подписей под этим проектом, поскольку Путин обещал, что если будет собрано 100 тысяч подписей, то он будет настаивать о том, чтобы этот проект был рассмотрен в первую очередь. Так было с проектом закона о защите моря нефти. Ну и о агентах некоммерческих организаций. Значит, мы готовы будем рассмотреть все варианты, использовать привлечение общественного внимания. На начальном этапе мы воспользовались тем, что депутат Государственной Думы имеет право законодать инициативу, и этот законопроект будет уже внесен. Соответственно, мы хотим опубликовать определенный документ, обращение к главам думских фракций, к руководителю Думы, с тем, чтобы они обязательно порядке этот договор рассмотрели. И далее уже посмотрим по степени, так сказать, реакции на то, что мы сделали. Люди будут отправлять электронные письма, то есть используем сначала самую простую форму. Если эта форма не поможет, тогда мы начнем, собственно говоря, пикеты и сбор подписей уже, так сказать, в классическом бумажном варианте. Добрый день, Николай Викторович. Борис Немцов написал недавно очередной свой тот «Жизнь раба на галерах». Почему нет реакции на эти труды его? Потому что не первая книга, вот про все часы, понимаете, да? Ну, собственно говоря, вы знаете, писателей много, и, возможно, даже Борис Немцов когда-нибудь здесь представит свою книгу. Просто будет интересно, сколько человек соберется побеседовать с этим выдающимся писателем. И это будет самая главная реакция на его книгу. Какой вы еще реакции, собственно говоря, ожидаете? Человек написал книгу, ну, кажется, молодец, изложил свое, как любят говорить наши либералы, оценочное суждение. Очень хорошо. Вы что, хотите, чтобы президент страны подавал на него заклевету, и потом вот все эти выдумки, вся эта грязь намусировалась на страницах либеральных газет? По-моему, это был бы не самый лучший вариант. Поэтому, ну, написал книгу и написал. Мало ли, писателей пишут книги, да? Все очень просто. Читатель сам все расставит по местам. Вот я просто могу в данном случае о себе, как о писателе сказать. Мои книги нигде не рекламируются. Никто не вкладывает никакие деньги в рекламные ролики. Нигде не стоят выше человеческого ролика роста макеты моих книг. И этого никогда не было, и этого никогда нет. И, наверное, никогда не будет. Но, тем не менее, вы сюда пришли, вы читаете книги. Это для меня самая важная оценка. Еще один вопрос. В школьных учебниках совершенно было все написано по-другому. Когда вот я учился, да, благодаря вашим книгам, я понял, что совершенно все по-другому. Вот, да, вот сейчас подрастающая молодежь, она же, наверное, по старым учебникам воспринимает. Как вы считаете, вот имеет смысл переиздавать новую историю? Если да, это же может вызвать ненависть к англосаксонским странам. В том числе у меня вызвало просто. Это же обманули меня, обманули мою страну, моих детей просто на пустык. Это правда будет очень жесткая. Нет, ну правда она всегда очень жесткая. И всю правду, конечно, ни в каких учебниках истории полностью не расскажут. Потому что есть такие не очень приятные страницы дипломатии, о которых не рассказывает ни одна из стран, участвующих в этих дипломатических контактах. Поэтому всю правду никогда никто не говорит. Здесь вопрос в том, чтобы сказать 98% правды. Вот в такой вот пропорции. Сегодняшние учебники, они не сильно, скажем так, ушли в сторону от истины по сравнению с советскими учебниками. Те тоже рассказывали о революции, которая сама произошла собой. Народ, доведенный до отчаяния, в феврале, значит, вышел на улицы, хотя хлеб был в магазинах. И никто как-то не очень беспокоился о том, что в 41-42 году зимой, когда реально не было еды и люди умирали от голода, что-то никто на улицы не вышел. Странно, люди одни и те же, причем буквально в смысле одни и те же, да? Дети умирают, взрослые умирают, и никто не выходит на улицы протестовать. А там, потому что причины этой революции совершенно другие. Поэтому учебники как советского периода, так и современные учебники, они пытаются обойти самые важные моменты. Они не рассказывают, что на самом деле мир не такой белый и пушистый, а есть борьба государства достаточно жесткая. Признать это очень сложно, но необходимо. Я очень надеюсь, что в России когда-либо будет учебник, который будет правдиво рассказывать историю страны. Это будет сильнейшая вакцина от революции, потому что все тогда будет понятно. Это первое. Второе. Мне кажется, что ненависть это не то чувство, которое должно возникать после ознакомления с исторической правдой. Надо не Великобританию ненавидеть за то, что она сделала революции, натравила на нас Гитлера и так далее. Надо Россию любить настолько, чтобы они больше не могли натравить на нас Гитлера и нашими же руками разрушить нашу же страну. Уважаемый Николай Викторович, я впервые на вашем выступлении наконец-то вижу отечественную воду, отечественное производство. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, через год, через два после вступления России в ВТО повторится данная ситуация или нет? Или будет какая-то другая? Знаете, я бы вас хотел чем-то порадовать, но в данном случае вступление России в ВТО ничего хорошего российской экономики не несет. Что же касается воды на моем столе, когда я выступаю, то тут я ее, честно скажу, не заказывал. Поэтому даже не обратил внимания на марку, которая стоит. Но мне приятно, если она вас порадовала своим названием. Добрый день, Николай Викторович, один вопрос по теме, которая не очень часто затрагивается на сайте вашем и в книжках, в которых, в принципе, всех прочитал. Тема Катыни, она такая болезненная в отношении России и Польши уже много лет. Почему-то на сегодняшний день мы приняли удар, признали официально, хотя, в общем-то, изложена масса фактов и доказательств, совершенно делающих это нереально, что мы несем ответственность за... Им как-то не пора ли внести ясность в этот вопрос, нам тоже как помочь? Ну, вы знаете, для меня ясность полная. Мы не расстреливали этих несчастных польских офицеров, это сделали немцы. Для меня ясность полная. На эту тему, опять же, как и на тему убийства Сталина, есть прекрасная книга Юрия Мухина, ему надо сказать спасибо. Он на очень многие важные темы написал исчерпывающие книги. Вот просто добавить нечего. Есть еще одна книга, я не помню название, автор Швец, по-моему, тоже все как бы становится абсолютно понятно. На сегодняшний момент, мне кажется, что историю, как обычно, пишет победитель, поскольку мы в 1991 году проиграли, мы сразу неожиданно для себя оказались, с одной стороны, демократами, с другой стороны, почему-то виноватыми во всем. Когда мы были советскими тоталитаристами, мы не были ни в чем виноваты. Как только мы стали белыми, пушистыми, толерантными демократами, сразу стали виноваты во всем. Ничего удивительного, историю всегда пишет победитель. Что же касается взаимоотношений России и Польши, то они очень сложные. И поверьте мне, в начале 20 века, когда никакой Катыни еще не было, отношения между Россией и Польшей тоже были очень сложные. А если отмотать в 19 век, где было два польских восстания, то отношения там были еще более сложные. И что важно, сегодня, в очередной раз наши либералы пытаются поднимать вопрос ответственности и вины России, даже не за Катыни уже, а за подавление польских восстаний. Я не буду говорить, один из достаточно популярных писателей, сейчас опубликовал целый ряд статей в ведущих газетах, где говорит о том, что граф Муравьев, который, собственно говоря, подавлял это восстание, он был действительно вешать, что вот страдали безвинные поляки и так далее. Между тем, при изучении любого восстания, вам станет понятно, что не бывает восстания, при котором войска, значит, убивают повстанцев, а повстанцы, значит, молоко раздают. Возьмите сейчас в Сирии. Ну что, боевики там никого не убивают, не расстреливают? Конечно, расстреливают. И ситуация, которая была у нас в Чечне, что только российская армия производила разрушение и убивала противоборствующих ей повстанцев, конечно, нет. С другой стороны, точно так же совершались чудовищные преступления, и горло резали, и головы отрезали. Так вот, в Польше, польские повстанцы в середине 19 века совершали точно такие же преступления. Я вот сейчас готовлю целый ряд статей, просто пару фактов приведу, что называется. Значит, в Польше пытались создать определенную атмосферу бойкота в отношении русских. И, значит, призвали женщин в Польше носить траур. То есть, те, кто не носил траур, им кислоту в лицо плескали. Точно так же, как в 1905 году, боевики ходили для того, чтобы всеобщая была забастовка, и просто закрывали, убивая людей, как сейчас в Сирии делают. Да, вы не закрыли лавку, пришли, убили человека. Но и это еще не самое страшное. Значит, восстание польское началось с эпизода, который никогда не описывался в советских учебниках. Ну, потому что, с одной стороны, русский царизм, а с другой стороны, социалистические польские братья. Неудобно. А произошло вот что. Боевики прокрались казармам русских войск, сняли часовых, и только холодным оружием зарезали около 500 спящих солдат в казарме. Это исторический факт. Обращаю ваше внимание на зверство, как они это делали. Почему, как бы, было возмущение в России колоссальное, потому что об этом сразу сообщили, и Герцен остался в одиночестве. Потому что возмущение русского общества было колоссальное. Так вот, и уровень квалификации этих боевиков. Вот представьте себе доведенных до отчаяния демонстрантов, которые холодным оружием зарежут 500 человек так, чтобы никто из них не проснулся. Это ж какие боевики были, и откуда они были засланы. Естественно, это поляки-иммигранты, которые жили в Великобритании и в других странах. Вот, так что, вот с этого эпизода убийства 500 русских солдат началось польское восстание. Так сказать, кто поднял планку накала страстей? Русская армия или вот эти самые, в кавычках, повстанцы? Что должны были делать русские войска после этого? После того, как они пришли в эту казарму, увидели 500 перерезанных солдат. Ну что? Мне кажется, ответ очевиден. Быстрейшим образом подавлять это восстание. Более того, дальше это восстание попытались распространить уже на области, где жило непольское население, Литва, значит, Белоруссия. И там просто крестьяне убивали этих повстанцев. Они приходят, их убивают. И поэтому восстание было подавлено не только вооруженной силой внутри Польши, но еще и с помощью мирного населения окружающих областей, которое просто уничтожало этих террористов. То же самое мы видели сейчас, например, во время вторжения Басаева в Дагестан. Вот представьте, то же самое, только вместо террористов Басаева поставьте польских террористов, которые точно так же шли в одной из областей России. Люди брались за оружие, защищали свои дома и их уничтожали. Точно так же, как Дагестан защитил Россию в 1999 году. Все то же самое. Вообще в истории ничего нового не происходит. Поэтому разговор, что мы в чем-то виноваты, этого не бывает в истории. Война всегда из двух частей состоит. С одной стороны кто-то стреляет, и с другой стреляет. И, к сожалению, такая штука война, а восстание приходит, приводит к войне, что там совершаются преступления с обеих сторон.